Всем привет! Вы на канале Нас Ужас в Америке. New life is my life. Поздравляем с Новым Годом! У вас уже 31-й, вы наверное накрыли столы, горошки все достали. А у нас 30-ая ночь и мы все еще разбираем наши подарки. Время 10.35. У нас последние подарки, которые доходят потихоньку. Последние, мы еще после нового погодика сходим, что-нибудь купим себе. И еще не все дошло, потому что они пришли еще, Катарин, Катарин, Катарин. Придут после Нового Года, это будет уже на Старый Новый Год и на Рождество. Мы на самом деле не говорим на православное Рождество, мы говорим на бабушки на Рождество. Короче, пришли три карабаса, в двух я догадываюсь, что в одном вообще не помню. Зя, может я тут распакую? Пожалуйста. А тебе хитренький, ты все дай, ну? Тебе там все равно точно ничего нет. Так вот в коробочке. Ты прям вот еще что-то. Импригантор. Зая, мы ничего не заказывали с Алиэкспресса. Ну все, заказывали с Алиэкспресса и само зло. Я имею ввиду такого какого-то. Какого? Развивающего больше. Может это развивающего? Это большой развивающий? Зайка я не помню, ну какие-то же еще. Таких не помню. А значит что? Нужно Зайка записывать, что мы заказывали. А то нам заплатят. Открою Алиэкспресс и заказник посмотри, что там пришло. А нам что-нибудь не пришлют, мы даже знаем. Это лазер. Офигенная вещь. Короче, эту штуку я купил для двух целей. Она будет работать дома и она будет работать у меня в машине. Короче, это лазер красный, синий, зеленый. Как это экстравагантно. Как это необычно. У нас есть пару дискотечных приборов дома. Да ладно, у нас есть дым-машина, потому что наш папа не отпускает нашего папу, блин, лихие 90-е. У нас есть дым-машина. У нас есть дым-машина, очень маломощная правда. Надо было больше братья. Я все время боюсь, честно говоря, и пользоваться. Потому что мне кажется, что сейчас начнут срабатывать эти датчики дыма. Это не тот дым. Сейчас прискачут, блин, пожарники, вся эта гоп-компания и будет у нас весело. Нам сказали, что это не тот дым и можно пользоваться. Но я что-то, когда заказывал, очковал, думал, что ну хватит на комнату. Ну, надо было брать мощнее. Поэтому, если будете брать, берите мощную. Дыма много не бывает. Короче, это лазерная пушка, это вообще сила. Там картинка будет, что ли? Нет, лучи. Она будет работать дома и она будет работать в машине. Это, короче, ее купюшка, это проводочек, ну и пультик. Короче, в общем, это пультик. Еще у нас есть светомузыка. И если бы вы видели, как у нас отплясывают. У нас все отплясывают. На дискотеке. Следующий раз говорит, мама отплясывает тоже. Она не будет нам стесняться. Так, короче, лазер, это класс. В общем, это подарок получается для семьи и для папы в машинах. Вот на Рождество, когда у нас была последняя дискотека, я немножко стала волноваться за дым-машину. Не опасно ли это для Сашеньки дышать? Он не дышал и не опасно. Ну, он танцевал, как знаешь, под березом. А здесь каветочка. Мы следующий раз ее надели. Маска. 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 Я посмотрел, сколько он стоит. Я офигел. Дочь, а хочешь что-нибудь друг? Потом я узнал, что в ней, оказывается, еще и игр нет. И одна игра в нее, один картридж стоит тоже. Я офигел называется. Вот. А потом мы с ней поговорили. Она сказала, что она... Ну типа, ей без разницы, ей не надо оригинальное. В общем, оригинальными геймбоями сейчас занимаются коллекционеры. Они продаются в разном состоянии, от очень хорошего до очень плохого, от очень дешевого нет. Наверное, минимальная цена начинается с 50 долларов, это самый-самый убитый. И игры от 20 долларов. Ну, в общем, слава Богу, нам не понадобился оригинальный. Мы купили вот такой неоригинальный, в него закачано уже тут написано, что 400 игр. Короче, ей захотелось 8-битную игрушку, грубо говоря, Dendy. Что прикольно, что она с джойстиком, и в нее можно играть вдвоем. Это к телевизору ее можно подключить. Это очень разнообразные интересы, я сейчас подумаю. Это мега длинный зарядный кабель. Ну, вот, собственно, сама игрушка, но он, короче, классный. Вот такой вот, даже пленочка на экране снимать не будем, она сама разберется. В общем, что самое прикольное, что его можно соединить вот с этим джойстиком, и вдвоем на телевизоре играть в Марио, в танчики, в любую 8-битную игру. То есть это, ну, для нас вот, например, вспомнить, ну, я-то детство не вспомню, ты можешь вспомнить, а я продавал свое время. С Москвы возил эти Dendy, там, Сюборы, там как-то вот, Сюбор точно помню название. С пистолетами, без пистолетов, там их столько названий было. Я сейчас пытаюсь понять, зачем это. Но ей интересно. Блин, ну, я сам в нее играл. Она такая приятная, вот, еще куда жди, дай я начинаю. Ну, как ты отрискал? О, так тут и это есть. И, короче, в ней стоит аккумулятор, как в Ноке, это аккумулятор в Ноке. Сейчас попробуем. Ну, на самом деле, короче, пластик очень такого приятного качества. Покажи, вот так, в экране, что ты мне показываешь. Ну, в экране, я не знаю, будет видно, не будет. Ну, обалденно, офигенная, короче. Так, ты включи. Она еще и тебе знает. Да. Я думала, она что-то. Короче, можно я выбрать. Я не нажму, все, включу. А как выбирать? Вот так. Поехали. В общем, завтра дочь разберется, потом нам расскажет, и мы будем играть. Как раз я черной игре играю, а ты на приставке. Да я вообще-то играть не знаю. Давайте я просто за мамином из бедов. Не надо. Меня Саша периодически, вот Саша нападает, научи маме играть. Пойду проверю, запись идет, что-то я очкую. Ты рассказывай. Так вот, и периодически Саша мне устраивает полуторачасовые мастер-классы. Последний раз я училась играть. В записи идет, ставим лайк. Вот, так как он называется? Быстро-быстро подскажи. Фортнайт. Фортнайт. Потом я училась играть в каких-то рейсеров. Я вообще-то не понимала, что делать надо. Но сидела, знаете, такая, все ясно. Давай следующий. Ну, давай, давай, братник, я вот упакую. Короче, вещь значимая. Цена ей, цена 12 долларов или что на Алиэкспрессе. А, кошкин, это ты можешь? Дай, подожди, не все ясно. Короче, цена очень дешевая. Где-то 12 долларов, по-моему. Ссылку никакую мы писать не будем, потому что, ну, у нее стоит там 5 звезд и бла-бла-бла. Но мы не проверяли. Если вам интересно, вы сможете выбрать их там огромное множество по цене, по количеству. Вернее, поэтому, ой, по цвету и по комплектации бывает, по-моему, даже с двумя джойстиками, что ли. Я уже путаю, что ли. Ну, короче, можно купить без джойстика, она вообще дешевая, там 7 долларов стоит. Давай. Сейчас расскажу. Собака. А, точно, вот. Когда мы только приехали в Америку, где Антоша ее взял? По-моему, в Гудвиле мы купили ему эту собачку. Короче, вы знаете, таких собачек раньше было модно ставить в машине, которые такие головкой кивают. Но у него она настолько милая, милый щеночек. И вот в этом году. И она была не просто пластмасса, она такая была мохнатенькая. Мохнатенькая. В этом году, несколько месяцев назад, Саша ее саму, и Антоша был крайне покорчен. Он заказал у Деда Мороза собачку. Ну, не точно, а какие-нибудь, он как-то написал, что можно, короче, любую. Мы пытались найти точно какой-то, который сломал Саша, просеночек, наверное. Ну, по итогу мы заказали трубную. Я очень надеюсь, что она... Подожди, мы первую собачили или рыжую? Да нет. Ну, это такой головок. Блин, она огромная. Она тяжелая. Да не головок, не будет. Короче, она мохнатенькая тоже. Ну, мы ее выбирали мохнатенькую, но она очень приятная. И голова тяжелая, конечно. О, Антоша не такая собачка была. Да. У него была собачка, как показывают вот в некоторых американских фильмах, на панели стоит баскетболист. Такой чик-чик-чик, большая голова, и она на пружине. А что за фильм было? Помнишь, ты не помнишь? Ну, что-то связано с детьми. С детьми. Ну, я немножко разочарована. Почему? Та собака была более милая, что ли. Да нет, но эта милая тоже, посмотри. Смотри, как она качает волк, как будто смотрит на себя. Ну, та другая была. Ну, та была другая форма. Смотрите, как она головой, как будто смотрит на вас. Посмотри туда. Нет, как тебе сказать, Сереж, она не выглядит равноценно той собаке. Ну, я думаю, она понравится. Только вот мне кажется, что у нее голова белье, чем спина. Такое ощущение, что спину уже кто-то юзал. Как будто ее хочется помыть. Или это мне отсвечивает? Может, тебя отсвечивает. Ну, мультики, когтики, смотри, все прежде всего. Ну, не знаю. Та собачка гораздо лучше. Она сейчас у нас есть, мы не знаем, как ее починить. Она тоже пыталась там как-то... Надо мне посмотреть, наверное, все-таки. Ну, собачка милая. Кто любит машину, тоже на Алиэкспрессе. Но выбор не очень большой. Мы их смотрели, и вообще выбор маленький. И в основном они лысые, пластмассовые. Зато с этой собачкой очень удобно советоваться. Будем покупать новую сумку под новую босоношку? Да. Будем покупать новый айфон? Как-то она нет, котик. Походу, сумку до айфона нет. Ну, в общем... Если беседу не закончилась, можно расходить. Раз так, переходим к бьюти-влогу. Возьмите меня. Давай, друзья. Короче, сегодня мы ходили в магазин Баркетон. Я думала, купальник. А, купальник нам пришел... Другой. Другой. Уже один показ. Тот мы отправили. В каком-то влоге мы рассказывали, почему отправили. И я не знаю, какой вы увидите первее. Вернее, раньше. Потому что, возможно, этот влог вы увидите первым. Может, мы его со Спрингса отправим. Потому что мы едем отдыхать. Ну, в общем, как получится. Короче, пришел купальник. Грудь у него была не на месте. Сам он был какой-то не симпатичный. Он был симпатичный. Ну, когда я его делаю, брак, крайне разочарован. Короче, он нас не то полнил, не то сквозил. В общем, он нам просто... Мы его решили отправить обратно. И вот заказали. А они попросили 3.30 за это самое. Сегодня, кстати, деньги они прислали. Сказали, уже пришло сообщение. И мы заказали вот этот. Он, короче, офигенно подошел. Хозяйка довольна. Я тем более. Ну, это как платышка. Там вот купальники. Я никогда не ношу купальники, которые раздельные. Или которые... Открытые. Открытые. Ну, у меня всегда либо платышка, либо юбочка. Почему? И сверху еще накидочка иногда будет. Потому что тебе так нравится. Нет, накидочку я дохожу, а потом все время... Я все время пользуюсь чем-то такими. Ну, хватит уже. Мы уже много времени купальники пользуем. Ну, да. Не в ту сторону, как я жил. Так вот, сегодня мы пошли в Барлингтон. У нас уже, вы знаете, прошло Рождество. Короче, там на товары, которые касаются Нового года и Рождества, общие скидки, там, блин, чуть ли не 100%. Очень много продается поломанного. Очень много продается... Ну, я вот этой политики не понимаю. Зачем мне олень без одного рога? И даже его... Вообще, в принципе, нету рога. Хорошо, он стоит 1,50$, но нафига у меня олень без рога? Без этого. Короче, что-то побили, наверное, в магазине. Что-то, может, ломанное вернули. Ну, есть и целые товары. Вот сегодня мне понравилось, например, за 1,99$, по-моему. Там было три позиции, но я уже не вспомнил. Подожди, а что мне понравилось за 1,99$? Мне понравилась мисочка для санкций. Короче, всякие такие вот... Декор, извините, я перебил. Декор, не декор, там всякая фигня, короче. Ну, просто этим заполняется дом моментально. Ну, такие цены, блин, смешные. Мы шлепки купили по-другому. Поэтому, да. Короче, подожди, да я расскажу про это. Это, короче, шлепки фирмы. Вот тут написано BB, но, правда, не видно. Мы сейчас не можем сквернуть, да или можем? Зачем ты это... Короче, есть такой бренд BB. Кто знает, тот знает, кто не знает, тот будет такой, как я. Короче, я как-то смотрю там, грубо говоря, на одной заднице BB написано. Они так прямо и пишут, на задницу. А что? Это так и не... Задницовую задницу мне как-то... На попочку. Ну, как-то так. Да. Присмотришься на задницу. Зай. Короче, BB написано. Я думаю, ну что за китайский ширпотреб какой-то, блин. Ну, думаю, ну такое лоховство. Потом, короче, однажды я еду по Беверли-бульвару, короче, в сторону Беверли-хиллз. Сдавать налоги. И, короче, прямо там вот... Сдавать налоги. И ерунду сейчас это самое порю. Делать налоги с бухгалтером. И, короче, прямо над их домиком, там, вот буквально над ними стоит такой этот бигборд офигенный. И такое тоже BB на весь этот борд написано. Там женщина какая-то. Я так думаю, ну, наверное, бренд какой-то. Так вот, короче, этот бренд. Вот это вот... Ну, что я... Чучу, что вам можно сказать. Увидела за 4... Не, подожди, сколько? 4,99. Да, мне нужны были шлепанки к бассейну. Говорю всегда, покупай. Она увидела, даже мне не сказала. И не купила. Она думала. Это было до Рождества. Да? Я, потому что... Я приступила, кому интересно, я запишу отдельный блог, к расхламлению нашего дома. Ну, ладно, уже у нас дом не сильно захламлен. Это расхламляем меня, а заполняем ее. Вот. Так, короче, увидела и не купила. Сегодня, говорит, пойдем, если что-то купим. Ну, дальше рассказывай. Как я обонюю. Короче, мы пришли, как обычно, в магазине разделились. Мальчики по своим делам, Сережа. Мы с Катаришей пошли в обувь. Я прихожу и смотрю. Я увидела 4,99. Сейчас они 7,99. Я такая, думаю, ну, зашибись. Хороший Шлепанский бассейн. В общем, я их взяла. Выбрала еще балетки. На радостях. Ну, потом покажем. Ну, и потом мы с Сережей смотрим. Ну, не мы с Сережей, мы с дочей еще смотрим. Катарина говорит, мам, здесь просто кто-то оторвал скидочный этот ценник. Да, а тут стоял красный ценник. 4,99. Ну, и, в общем, мы пошли на кассу. И я говорю, хочу купить вот это, вот это. А, мы еще сегодня какую-то игрушку. А стоили они 7,99, а... До этого 17. А до этого 17. В общем, мы, я тетечке сказала, что балетки мы точно покупаем. У этого молодого человека точно. Мы не можем его сейчас показать, кто это. Наша дочь сейчас увлекалась... Какими-то японскими мультиками. Японскими мультиками. И вот мы купили какого-то парня из этого мультика. Короче, это тоже коллекционная фигня. Она по стаментике. 90-99. Вот такая фигурка. Ну, в общем, по какому взгляду. Ну, она очень рада по этому. Она просто офигительно рада. Мы за нее тоже очень рады. Ну, в общем. Я говорю, а по вот этим шляпочкам у меня, говорю, вопрос. Я, говорю, видела их за такую цену. Сейчас я пришла, здесь другая цена. Говорю, и как бы мне очень хотелось бы их, но по другой цене. И мне их продали за 4,99. А были изначально 17,99. То есть, мелочи оприятные. 17 просто. А учитывая, что это Биби, которая написана на всю задницу. Зай, ну, мне дело не в этом. Они под купальник подходят. Причем здесь такие ощущения как будто для меня важные. Зай, ну, просто, ну... Для меня просто Биби это. Биби, 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 понимаешь? А потом, когда я увидела, то что это? А мы вот такие вот купили тоже балетки. Честно скажу, я сомневалась и думала, Сережа отговорит. Но Сережа как бы не захотел отговаривать. И я не стала сильно роматься. Скажи, а в кого это? Короче, имя какое-то тоже. Ну, оно не то, что от кого-то. Стив Материн. Зай, здесь, понимаешь, получается в Америке все от кого-то. Понимаешь? Поэтому здесь... Ну, просто я согласен. Там все вещи практически, можно сказать, брендовые, бла-бла-бла. Но когда видишь... Когда, блин, жили в Минске, этот Кельвин Кляйн, это было что-то такое, понимаешь? Вау! Там где-то наверху, да? Тут идешь Кельвин Кляйн, ремень, носки, трусы, блин, кроссовки, штаны, майка. Ну, у меня даже больше не обилие, а доступность, Сережа. Здесь получается... И мне уже Кельвин Кляйн, понимаешь? Я просто уже, ну, это, блин, ну, уже, ну, как смешно, как коммунарка какая-то, как... Даже не миловица, понимаешь? То есть... В общем, вот такие вот шлеп... Эти... Балеточки, они стоили 23 доллара. На шлепанце, шлепанце. Балетки. И сейчас они стоили 6,99... Сколько стоили? 6,99, а стоили 23. Тоже у меня очень приятно. И что интересно, как я рассказывала, нога у меня универсальная. Это обувь пятого размера. Это седьмого. У каждой биби свои размеры. Поэтому как-то даже вообще не сориентируешься, что ты носишь. Так, мы, наверное, все показали. Мы еще хотели показать две игрушки, которые согревающие, но они лежат в машине. И я думаю, что мы просто про них запишем отдельный видео в влог. Мы покажем, как мы их гримим и что из этого получается. Короче, сначала мы купили... Маришка решила купить, предложила Сашке. Вы уже видели эту лисичку. Или увидите. А сегодня... Так совпадает не сегодня, а несколько дней назад. И Марина предлагала купить старшим детям. Но я подумал, что они уже как бы... Большие. Большие. И, в общем, может... И решили не брать. И, в общем, на днях, когда я что-то на кухне возилась, Катариша пришла, говорит, мама, смотри, чего... Нарыла в интернете. Какой они, ТикТок какой-то там смотрят или что-нибудь там смотрят. Я говорю, очередную какую-то я их не смотрю. Я смотрю больше Фейсбук. И... Да. И она такая мне показывает, говорит, смотри, какая игрушка интересная. Ее нужно погреть. Потом с ней так типа спать. Я думаю, ну зашибись, папа сказал, уже дети взрослые, не надо. И она прям такая... Вот такая. И мы сегодня поехали в магазин. А они там стоят. Да, да. И мы подходили с Катаришей, смотрели. Она такая, ой, смотри, это такая игрушка. Ну, мы так просто их просматривали. Говорю, а кто тебе больше нравится? Там был зайчик, там был... Ну, короче, Маришка уже поняла, что будем брать. Поэтому пробивала почку. Да, ну я так, типа, кто тебе больше нравится? Говорю, мне вот зайчик нравится на ней, мне Мишка нравится. Говорю, ну я основанно, пошли балетки маме покупать. Потом мы пошли в другой магазин, а папа быстренько сбегал. И под предлогом провода в машину. У меня такой еще, что бы ни приходило в дом. Какие посылки приходят? Посылок много приходят. Дети спрашивают, а что это такое? Я говорю, папа провода купил. Такое еще, короче, наша машина уже должна быть как улей такая. А видно просто эти самые. Давай, короче, в общем, все. На закуску из фейсбука, раз ты уже сказала, что такая фейсбучница, давай что-нибудь из русского фейсбука расскажем. Ну, Степа какой-нибудь. Ну, сегодня парень обратился. Я, так как мы в свое время, наш очень близкий друг уехал, купил дом в Лос-Вегасе, подбивал у нас на это. Я подписана на группу «Русские в Лос-Вегасе». Ну, и также на «Русские в Лос-Анджелесе». И там сегодня молодой человек просится кому-нибудь поесть, потому что, говорит, у нас вся еда на завтра, поэтому если у кого есть еда на сегодня, могу прийти к вам поесть. Ну, и все. Что, все? Поэтому всех с Новым Годом. Всех наступающим. С наступившим уже. У нас наступающим. Он наступающий, но уже будут люди смотреть, это все уже наступившим. Поэтому всех с наступившим. Всем здоровья, всем любви, всем исполнения желаний и мечты, всего самого лучшего. Ида. Ида. И как говорят дети, Ида. Вы были на канале. Наши здесь на Америке. Голос, на лайк. Ты еще что-то писал с вами? Нет. Все? Ида. Бай-бай. Пока-пока. Пока-пока. И будем паковать подарки. Бай. Субтитры сделал DimaTorzok